Второй вопрос. Вы стали главным баскетболистом России, это бесспорно, а команда, которая вас воспитала, вот эта ушла в непуда. Кстати, Вомерский начинал свою карьеру в Спартаке и Ленинграде, про это женская команда, но тем не менее. Что-нибудь известно про эту команду Спартака и Ленинграда? Или все уже? Что сказал в этой администрации? Спасибо, Борис. Спасибо. Да, это недопонятно. Спасибо. Я попробую ответить. Конечно же очень больно наблюдать, что команда Спартак не дофинансирована для соответствующего, но если вы знаете, в прошлом году команда выиграла Суперлигу, наш второй дивизион, и получила право участвовать в первом, но по финансовым соображениям не может наступать в первом, поэтому приняли для себя решение остаться также играть в втором дивизионе. Мне кажется, что здесь как раз вопрос больше Спартаку, это действительно поиск финансирования. Мне кажется, что федерация, даже Российская на сегодняшний день, находится примерно в таком же положении, как и Спартак. Наша задача как раз сейчас поиск партнеров, все-таки отлаживание связей внутри организации, так же как и Спартаку. Нужно все-таки отстроить свою организацию так, чтобы финансирование было, чтобы болельщики приходили. Как только будет интерес, мне кажется, что команда вернется обратно в нашу такую лигу. Мне кажется, что Единая Лига с удовольствием примет такой клуб, как Спартакс, эту тему и, естественно, за все соответствующие требования. Коллеги, прошу, вопросы...